Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Если идти вслед за бедными источниками, посвященными этому времени, устанавливать только то, что может быть установлено с полной достоверностью, то все равно мы не гарантированы от недопонимания истории, ибо историческая жизнь, несомненно, богаче, чем это можно представить только по источникам. И все-таки любое самое строгое следование за источниками невозможно без элементов реконструкции. У Гумилева элементов реконструкции больше, чем у других историков, стремящихся к усредненности выводов, но в этом и преимущество Гумилева. Он обладает воображением не только ученого, но и художника. Спорить с Гумилевым по частностям мне не хочется. В его концепции все они имеют подчиненный характер. Гумилев строит широкую картину, и ее нужно принимать или не принимать как целое. Сходную картину реконструкции церковно-политической жизни Киевской Руси дал в свое время такой тонкий и строгий источник о ветках, как Преселков. Реконструкция Преселкова до сих пор не утратила своего значения. Совсем не совпадающая с ней по направлениям, но сходная по методике реконструкция русской национальной жизни дается Гумилевым. Совершенно уверен, что она вызовет не меньший интерес, чем в свое время вызвала реконструкция церковно-политической жизни Преселкова. Книга Льва Николаевича Гумилева читается как роман. Автор имеет право на такого рода роман. Сейчас это крупнейший специалист по трактуемым вопросам. Концепция Гумилева не столько расходится с существующей точкой зрения на взаимоотношения Руси и Степи, сколько перекрывает эту точку зрения, демонстрируя всю сложность ситуации. Конечно, с Гумилевым можно спорить по отдельным частностям, но стоит ли это делать? Надо дать возможность Гумилеву в короткой, иногда кажется даже кратчайшей форме, изложить свою концепцию. Концепция же Гумилева имеет одну очень важную сторону. Она смягчает то противопоставление народов Востока и Руси, которое имеет место до сих пор. И это сделано с огромными знаниями, которые ощущаются за каждой строкой книги. В этом концепция Гумилева, как мне кажется, целиком соответствует основной идее понятия дружбы народов. Предлагаемая работа на первый взгляд кажется написанной без соблюдения принятых правил и композиций, включающей постановку проблемы, разбор источников и литературы, изложение и вывод. Но только на первый взгляд. Если вдуматься, то очевидно, что все это есть и подано отнюдь не банально. В начальных главах автор излагает свое отношение к истории культуры и этнической истории, а также к проблеме использования источников. Бесспорно, он прав в том, что строить широкую историческую панораму только на источниках, игнорируя всю критическую литературу и сводные обобщенные работы, невозможно. Тем не менее, следует учитывать, что не все частные проблемы истории и истории культуры такого темного периода, как первое тысячелетие нашей эры, достаточно освящены. Поэтому, признавая за автором право опираться на обобщение, уже сделанное его предшественниками, мы не можем не требовать, чтобы отношение к ним было в меру критическим, а любое приятие или неприятие того или иного тезиса — аргументированным. Во второй главе мы находим вместо перечня источников точку зрения автора на историю культуры и этногенеза. Эта глава начинается с философского экскурса, где уточнен ряд терминов, употребляющихся в работе, затем изложены историко-географическая и этнологическая концепции, и только после этого автор объясняет, без чего следует обойтись. Он указывает, что библиография проблемы Хазарии критически учтена в книге Артамонова «История Хазар», «Ленинград, 1962 год», редактором которой был сам Гумилев. «Евразийская степь» описана им же в степной трилогии, а данные по Древней Руси почерпнуты из комментариев к повести временных лет. «Москва, Ленинград, 1950 год», составленного мною. Действительно, повторять работу нет смысла, за исключением тех случаев, когда вывод исследователя расходится с распространенным, устаревшим, но принимаемым без критики мнением. Автор строит свое рассуждение, опираясь не столько на анализ фрагментов памятников, уцелевших от тех времен, сколько на системные связи, при которых история событий играет роль инкатора интенсивности исторического процесса. Этот синтез ранее не применялся, так как не были известны величины, соизмеримые для военной истории этногенеза и истории культуры. Лев Николаевич Гумилев в качестве моста между этими науками предложил открытое им явление — пассионарность, благодаря чему был осуществлен исторический синтез. Не останавливаясь на достигнутом, Гумилев привлек к анализу истории культуры физическую географию. Правильно учитывая связь экономики натурального хозяйства с уровнем благосостояния древних обществ, а тем самым с их военной мощью, автор сопоставляет исторические события и колебания климата степной зоны Евразии. Этим способом он получил ряд уточнений, позволивших ему подробно обрисовать историко-географический фон, на котором сталкивались различные культурные влияния с местными формами оригинальной культуры Восточной Европы. Так, белое пятно в истории нашей Родины ныне закрыто, хотя работу в этом направлении нельзя считать законченной. В исторической части почти все тезисы автора для читателя неожиданны. Китай, который казался мирной страной, обижаемый кочевыми соседями, выступает как хищный агрессор, и это убедительно доказано на широком историческом фоне. Обры представлены как реликт культуры Турана. Половцы описаны и на их азиатской родине. Византия, по мнению автора, не второй Рим, а антирим. Нестору-летописцу Гумилев отказывает в доверии, опираясь на работу Шахматова и автора этих строк. Поход Святослава рассматривается не как грабительский набег славянского викинга, а как освободительная война против купеческой кампании, эксплуатировавшей покоренные народы. Все непривычно, но убеждает внутренней логикой и широтой анализа. В заключительных главах книги Гумилев рассматривает причины того явления, вследствие которого большая часть памятников искусства и культуры погибла. Он полагает, что здесь играла роль не только плохая сохранность шедевров из нестойких материалов или из драгоценных металлов, которые постоянно переливали в слитки, но и иконоборческая направленность некоторых сект, а вернее течений мысли Катаров, Багумилов и Смаилитов. Последние разделы написаны особенно удачно. Силу, противостоящую уничтожающему времени, автор видит в жизни, порождающей страсть и волю к действию. И он рассматривает жизнь как планетарное явление, свойственное Земле. Укажу, что все предшествующие книги Льва Николаевича Гумилева имели большой читательский успех и были переведены за рубежом. Мне известно, с каким интересом относятся к работам Гумилева, например, в Венгрии и Польше, а также во Франции, Англии и Соединенных Штатах Америки. Эта книга весомый вклад в развитие отечественной и не только отечественной истории. Впрочем, значение ее выходит далеко за рамки традиционного понимания истории как науки. Книга Гумилева, безусловно, станет заметным явлением нашей культурной жизни. Академик Сергеевич Лихачев Оправдание книги Еще на первом курсе ИСТФАКа автору пришла в голову мысль заполнить лакуну во всемирной истории, написав историю народов, живших между культурными регионами, Западной Европой, Левантом, Ближним Востоком, и Китаем, Дальним Востоком. Задача оказалась сверхсложной. Ее нельзя было решить без помощи географии, потому что границы регионов за исторический период неоднократно передвигались. Этническое наполнение Великой Степи и сопредельных с нею стран часто менялось как вследствие процессов этногенеза, так и из-за постоянных миграций этносов и вытеснения одних мировоззрений другими. Не оставалась стабильной и физико-географическая обстановка. На месте лесов возникали степи и пустыни, как из-за климатических колебаний, так и из-за хищнического воздействия человека на природную среду. Вследствие этого людям приходилось менять системы хозяйственной деятельности, что в свою очередь влияло на характер социальных взаимоотношений и культур. Да и культурные связи привносили в мироощущение населения Евразийского континента разнообразие, в каждую эпоху специфическое. Все эти компоненты исторического процесса так тесно связаны между собой, что опустить какой-либо из них невозможно. Но если добавить к ним уточнения хронологические, генеалогические, социологические и тому подобное, то получится, что книга окажется собранием разнообразных сведений и сообщая читателю «что» и «кто» не будет содержать ответов на вопросы «как», «почему» и «что» к «чему», ради которых предпринято это начинание. Очевидно, для решения задачи надо применить подходящие приемы исследования. Для описания событий, происходивших в Восточной Евразии, была применена методика подачи по трем уровням. Самые мелкие детали, необходимые для уточнения хода событий, были описаны в статьях традиционными приемами исторического исследования. Этих статей, исторических, географических и археологических, пришлось написать более ста. Второй уровень обобщения дал жизнь пяти специальным монографиям. Хунну, Москва, 1960 год. Хунны в Китае, Москва, 1974 год. Древние тюрки, Москва, 1967 год. Поиски вымышленного царства, Москва, 1970 год. Открытие Хазарии, Москва, 1966 год. Все они были выполнены также традиционными приемами, за одним исключением. Они были написаны не академическим языком, а забавным русским слогом, что повысило усвояемость текста и расширило круг читателей. Однако главная цель достигнута не была, ибо был оставлен без ответа вопрос, где начало и концы, то есть границы историко-географических феноменов. Поэтому пришлось специально разобрать теорию происхождения и исчезновения этносов на фоне изменяющейся природной среды. Гумилев, этногенез и биосфера Земли, Ленинград, 1989 год. Только после этого появилась возможность перейти от описания истории к пониманию ее как ряда закономерных процессов биосферы и социосферы. Но поскольку биосфера, как и вся поверхность Земли, мозаична, то столкновения этногенезов друг с другом неизбежны. Тогда явилась необходимость в еще одной книге, а именно в этой самой, ныне предлагаемой читателю. Но стоит ли задача такого труда, который необходим для ее решения? Стоит. И вот почему. В истории человечества не все эпохи освещены равно. Там, где процессы социогенеза, этногенеза и ноогенеза, развития культуры, протекали без нарушений со стороны враждебных соседей, историкам было легко. При столкновениях этносов или государств трагические последствия просто фиксировались, и одна из сторон объявлялась виновной в бедствиях другой. Но там, где вся канва истории проходила в зоне антагонистического контакта, уловить закономерность очень трудно. Поэтому эти разделы истории остались либо ненаписанными, либо написанными крайне бегло и поверхностно. А жаль. Ибо именно эти эпохи имели важное значение не для участников, но и для всемирной истории. К числу таковых относится период IX-XII веков в Юго-Восточной Европе. Здесь происходили контакты славян с русами, кочевников с оседлами, христиан с язычниками, хазар с евреями. Все было перемешано и перепутано до тех пор, пока Владимир Мономах внес вооруженной рукой ясность, после чего стало наконец понятно, где свои, а где чужие. И тут постоянно возникает обывательский вопрос, а зачем изучать процессы, которыми мы не можем управлять? Есть ли в этом практический смысл, оправдывающий затраты труда и материальные потери? Ответим примерами. Управлять землетрясением и склонов люди не умеют. Но сейсмография и метеорология помогают спастись от стихийных бедствий и наоборот использовать благоприятные условия с наибольшим эффектом. Ведь не все равно при цунами, предотвратить которого мы не можем уйти на ближнюю гору или дать океанской волне смыть себя на дно. Ради собственного спасения необходимо изучать вулканическую деятельность, такую же стихийную, как этногенез. Постановка проблемы. Тезис. Принцип этногенеза угасание импульса вследствие энтропии. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград. 1989 год. Или, что тоже, утрата пассионарности системы из-за сопротивления окружающей среды, этнической и природной. Не исчерпывает разнообразие историко-географических коллизий. Конечно, если этносы, а тем более их усложненные конструкции, суперэтносы, живут в своих экологических нишах, вмещающих ландшафтах, то кривая этногенеза отражает их развитие достаточно полно. Но если происходят крупные миграции, сопряженные с социальными, экономическими, политическими и идеологическими феноменами, да еще при различном пассионарном напряжении этносов, участвующих в событиях, то возникает особая проблема. Обрыв или смещение прямых артогенных направлений этногенезов, что всегда чревато неожиданностями, как правило, неприятными, а иногда трагичными. Если при таких коллизиях этнос не исчезает, то процесс восстанавливается, но экзогенные воздействия всегда оставляют на теле этноса рубцы и память об утратах, часто невосполнимых. Суперэтнические контакты порождают нарушения закономерности. Их следует всегда учитывать как зигзаги, само наличие коих является необходимой составной частью этногенеза, ибо никто не живет одиноко, а отношения между соседями бывают разнообразными. При взаимодействии двух систем задачи легко решаются противопоставлением «мы наши враги», но при трех и более получить решение трудно, а именно три этнокультурные традиции столкнулись в Восточной Европе в девятом-одиннадцатом веках. И только в двенадцатом веке зигзаг истории был преодолен, после чего начался культурный расцвет при пассионарном спаде, то есть инерционная фаза этногенеза. Это уникальный вариант этнической истории, и тем-то он представляет интерес в ряде аспектов, о которых речь пойдет ниже. Эволюционная теория Дарвина и Ламарка была предложена для объяснения вида образования, а этногенез процесс внутривидовой и специфичный, уже потому применение принципов эволюции к этническим феноменам неправомерно. этнические этнические процессы дискретны, прерывисты, а исключение из этого правила персистенты, твердые, устойчивые, не продлевают свою жизнь, а останавливают ее, как Фауст остановил мгновение. Но ведь тут-то его и зацапал Мефистофель. Значит, для динамичного этноса такое решение проблемы бессмертия противопоказано. Для реликтового этноса персистента возможны, кроме полной изоляции, три пути. Первый. Ждать, пока истребят соседи элиминация. Второй. Включиться в живущий суперэтнос во время смены фаз и укрепиться в нем инкорпорация. Третий. Рассыпаться розно дисперсия. Все три варианта можно проследить всего за один век, двенадцатый. Этот век как бы антракт между надломом мира ислама, реанимацией Византии и детским буйством христианской Европы, пышно названным крестовыми походами. Здесь легко проследить вариации соотношения Руси и степи. Этим занимались самые замечательные историки восемнадцатого девятнадцатого веков, вследствие чего следует ознакомиться с их представлениями. Но, конечно, под углом зрения этнологии, ибо эта новая наука уже показала, на что она способна. А основной тезис этнологии диалектичен. Новый этнос, молодой и творческий, возникает внезапно, ломая обветшалую культуру и обездушенный, то есть утративший способность к творчеству, быт старых этносов, будь то реликты или просто обскуранты. В грозе и буре он утверждает свое право на место под солнцем, в крови и муках он находит свой идеал красоты и мудрости, а потом, старее, он собирает остатки древностей, им же некогда разрушенных. Это называется возрождением, хотя, правильнее сказать, вырождение. И если новый толчок не встряхнет дряхлые этносы, то им грозит превращение в реликты. Но толчки повторяются, хотя и беспорядочно, и человечество существует в своем разнообразии. Об этом и пойдет наша беседа с читателем. И автору, и, вероятно, читателю интересна история Древней Руси, которая, по мнению летописца, возникла как определенная целостность только в середине девятого века. Первая дата 859 год. Смотрите повесть временных лет. Москва, Ленинград, 1950 год. А что было до этого? Кто окружал эту новорожденную этническую систему? Кто был ей другом, а кто врагом? Почему об этом негде прочесть, хотя источники повествуют о хазарах и варягах, и даже о западных славянах, тюрках и монголах? В книгах есть простое перечисление событий, в том числе недостоверных. Они сведены в синхронистическую таблицу, предлагаемую ниже. Но связи между этими событиями потребовали дополнительного критического анализа и выбора точки отсчета. Наиболее выгодным пунктом для широкого обозрения оказались низовья Волги. А проблема свелась к вопросу, почему Киевская Русь, испытавшая бесчисленные беды, не погибла, а победила, оставив потомкам роскошное искусство и блестящую литературу. Для того, чтобы найти ответ, стоит постараться. Но не надо забывать, что в большую цель легче попасть, чем в маленькую. Поэтому рассмотрим наш сюжет на фоне обширного региона между Западной Европой и Китаем, ибо только такой подход поможет нам справиться с поставленной задачей. Хазария и Айкумена до 800-го года. Начнем с краткого напоминания об исходной ситуации, на фоне которой начался изучаемый процесс. Самое легкое для восприятия это обзор Айкумены на уровне суперэтносов с учетом возрастных фаз ненарушенных этногенезов. Подробнее смотрите Гумилев «Этногенез и биосфера Земли. Ленинград 1989 год». За исключением многочисленных реликтов, в том числе самих Хазар, наиболее старыми были кочевники Великой Степи, потомки хуннов и сарматов, этнические системы коих сложились в третьем веке до нашей эры. В 800 году они имели три Каганата. Уйгурский на востоке Степи, Аварский на западе и Хазарский на Волге и Северном Кавказе. Только в этом последнем правило тюрк-юдская династия Ашина. Прочие уже вступили в фазу обскурации, заменяя оригинальную степную культуру заимствованными мировоззрениями и оба Каганата, несмотря на внешний блеск, находились на пороге гибели. Пассионарный толчок первого века к середине второго века породил Византию, великое переселение народов и славянское единство. Эти три феномена находились в девятом веке на рубеже фазы надлома и инерционной фазы этногенеза. Византии предстоял расцвет культуры, славянство расширения ареала, а франкской империи, созданной Карлом Великим в 800 году, угрожала неотвратимая судьба. В недрах ее, как в соседних Скандинавии и Астурии, шел инкубационный период нового пассионарного взрыва, в следующих девятом-десятом веках разорвавшего железный обруч Каролинской империи и зачавшего феодально-паписскую Европу, гордо назвавшую себя и только себя христианским миром. Наиболее активными были суперэтносы, возникшие около 500-х годов в полосе, тянувшейся от Аравии до Японии. Мусульманский халифат, от которого уже оторвалась мусульманская Испания, Раджпутская Индия, Тибет, превратившийся из маленького племени ботов в претендента на гегемонию в Центральной Азии, Империя Тан, уже надломленная внешними неудачами и внутренними потрясениями, и Япония, внезапно вступившая на путь реформ, что принесло ей много горя. Эти суперэтносы находились в акматической фазе этногенеза. Пассионарность разрывала их на куски, ломала культурные традиции, мешала установлению порядка, и в конце концов, прорвав оковы социальной и политической структуры, растеклась по сектантским движениям, губительным, как степные пожары. Но это была пока перспектива, а в 800-х годах халифат Аббасидов, Тибетское царство и империя Тан стояли столь крепко, что казались современникам вечными. Обычная аберрация близости, характерная для обывательского восприятия мира, современная считается постоянным. Но несмотря на разнообразие возрастов, да в сень, разах и дельцинов, культурных типов, и при вариабельности политических форм феодализма, между всеми перечисленными этносами, да и реликтами, было нечто общее. Все они появились вследствие взрывов пассионарности в определенных географических регионах, к которым были уже приспособлены их предки, этнические субстраты. Следовательно, миграции их носили характер расселения в сходных ландшафтных условиях, привычных и пригодных для ведения хозяйства традиционными приемами. Исключение составляли некоторые германские этносы, готы, вандалы, руги, лангобарды. Так они и погибли, как этнические системы, а их потомки слились с аборигенами Испании, Италии и Прованса. Этносы франков и англосаксов расширялись в привычном ландшафте и уцелели. Благодаря этой географической закономерности в первом тысячелетии нашей эры почти незаметна роль этнических химер, которые, если и возникали в пограничных районах, например, в IV-V веках в Китае. Смотрите, Гумилев, хунны в Китае, то были неустойчивы и недолговечны. Но и тут было исключение из правил. Этнос, освоивший антропогенный ландшафт вместе с его аборигенами, стал независим от природных ландшафтов и получил широкую возможность распространения. Для этого Этноса ареалом стала вся Ойкумена, А контакты его с местными жителями стали не симбиотичными, а химерными. Посмотрим, оставаясь в пределах окрестностей Каспийского моря, как возникали такие системы и к чему это привело аборигенов и мигрантов. Этого будет для решения поставленной задачи необходимо и достаточно. Однако история культуры на территории Восточной Европы в первом тысячелетии изучена весьма неполно. Следы ее исчезли. Но это повод, чтобы поставить проблему так. Культурный ареал всегда имеет центр, как бы столицу, который принадлежит гегемония. Древняя Русь перехватила гегемонию у хазарского каганата в 10 веке. Следовательно, до 10 века гегемония принадлежала хазарам, а истории Древней Руси предшествовала история хазарии. Но история хазария имела две стороны, местную и добальную, принесенную с Ближнего Востока еврейскими эмигрантами. Без учета фактора международной торговли, история не только хазарии, но и всего мира непонятна. Поскольку выводы, к которым мы пришли, весьма отличаются от традиционных, основанных на летописной версии, необходимо объяснить читателю, почему у автора появилось право на недоверие к источникам. А чем отличается этническая история от истории социально-политической и культурно-идеологической, будет ясно из текста и характера изложения. Что искать и как искать? Поставленная нами задача одновременно и перспективна, и крайне сложна. С одной стороны, в юго-восточной Европе переплелись воздействия многих суперэтносов, евразийских тюрок, наследников эпохи великого Каганата, смотрите, кумилев древние тюрки, Византии, мусульманского мира эпохи халифата и христианского мира, только что сложившегося в суперэтническую целостность. Не меньшее значение имели реликты великого переселения народов в Азии, неукротимые угры, воинственные куманы, ветвь динлинов. Но на первом месте стояла древняя Русь, сомкнувшая свои границы с великой степью. Уловить и описать характер взаимоотношений этих этнических групп на одной территории и в одну эпоху значит решить проблему этнического контакта путем эмпирического обобщения. Но с другой стороны история Хазар писалась неоднократно и осталась непонятой из-за разнообразия многоязычных источников, свести которые в непротиворечивую версию крайне сложно. То же самое можно сказать об археологических находках, в том числе сделанных автором. Без дополнительных данных они проблему не проясняют. И наконец, по поводу значения этнических контактов для истории культуры общего мнения нет. Одни считают, что любой контакт и метисация благо, другие утверждают, что это гибель, третьи полагают, что смешение народов вообще не имеет значения для их судьбы. Но самое главное, никто не привел достаточно веских аргументов в свою пользу и опровержение иных точек зрения. Мы придерживаемся четвертого мнения. Смеси чего угодно, газов, вин, людей, не могут быть подобны первичным ингредиентам. Но последствия смешений этносов всегда разнообразны, ибо зависят от ряда обстоятельств. Первое. Характера взаимодействия того и другого этноса с окружающей географической средой, ибо от этого зависят способы ведения хозяйства, которые вызывают либо симбиозм, либо соперничество. Второе. Соотношение фаз этногенеза обоих компонентов. Фаз могут совпадать или нет, а в последнем случае более пассионарный этнос давит на соседа независимо от личного желания отдельных его представителей, даже вопреки их воле. Четвертое. Комплементарности, проявляющейся при совмещении культурно-психологических доминант, который может быть позитивный или негативный. Знак комплементарности проявляется в безотчетной симпатии или антипатии на популяционном уровне. Четвертое. Перспективности контакта, ибо он может вести либо к стимиляции одного этноса другим, либо к элиминации, а проще истреблению одного этноса другим, либо к слиянию двух этносов в единый третий. Это и есть рождение этноса. Короче говоря, решение поставленной проблемы требует привлечения не только географии, но и истории, то есть описания событий в их связи и последовательности на том уровне, который в данном случае является оптимальным. И найти этот уровень необходимо. Необходимо и достаточно. Говорят, и это верно, что в одной книге нельзя написать всего, что знаешь. Да это и не нужно читателю, который не собирается перещеголять автора эрудицией, но желает получить представление о предмете исследования. Значит, автор должен чем-то пожертвовать, а самое целесообразное не писать того, что все равно напишут немцы, как говаривал Тимофеев Рисовский. То есть библиографию и историю вопроса. Действительно, библиография по Хазару славянским отделам Нью-Йоркской публичной библиотеки опубликована в бюллетене Нью-Йоркской публичной библиотеки номер 42. А вслед затем в книге Моравчика, не считая ряда других изданий. Смотрите Артамонов История Хазар страница 7. Ну, зачем повторять прекрасно проделанную работу? А что нужно? Считается, что на возникший у читателя вопрос должен быть ответ в источниках и исследованиях. Но его там нет. Ответ содержится не в самих сочинениях, а где-то между ними. И решение вытекает из широких сопоставлений фактов и явлений. Следовательно, та история, которая нам нужна, может быть написана не по источникам, а по фактам, отслоенным от источников. Это возможно потому, что таких фактов скопилось достаточно. Но, казалось бы, задача проста. История Хазарии коротка. 650-695 годы. Территориально ограничена. Связи с соседями прослеживаются четко. Литература вопроса необъятна. Но, к счастью для нас, это потеряло значение после появления сводной работы Артамонова «История Хазар». Эта книга содержит почти весь нужный нам материал политической истории Хазарского страны. Слабо отвечает хазарскую палеогеографию и палеоэтнографию, а также оставляет нерешенными ряд проблем, что лишь отчасти восполнены нами при редактуре этой книги в подстрочных примечаниях и последующих публикациях. Книга Артамонова это история событий, проливающие на проблему яркий и чистый белый свет. Но известно, что, преломляясь в фокусе линзы, этот свет распадается на разноцветный спектр. А это-то и нужно для анализа явления. Красный луч социального прогрессивного развития, желтый свет с оранжевым золотистым оттенком культурная традиция, сине-зеленые тона, воздействие климатических изменений, вечно колебущегося воздушного океана и белесый ультрафиолет пассионарного напряжения, невидимый, но обжигающий кожу, все это разнообразие доступно лишь современному ученому, совмещающему естествознание с историей и социологией. История событий для этнолога необходимый трамплин, исходный пункт изучения. Эта история ставит вопрос как, но не почему и а не могло ли быть иначе. А ведь именно эти вопросы волнуют читателей 20 века. Поэтому дальнейшее развитие идей и тем Артамонова не снижает значение его труда, а наоборот дает его вкладу в науку новую жизнь. В 1959-63 годах в дельте Волги были обнаружены хазарские погребения и могилы соседей хазар. Тогда же удалось установить характер климатических колебаний в степной зоне Евразии и даты трансгрессий Каспийского моря, весьма сильно повлиявших на судьбу волжских хазар. Физическая география внесла свой вклад в историю. Но всего этого оказалось мало для связанного объяснения величия и падения хазария. Потребовалось привлечение этнологической методики и нескольких дополнительных исследований, чтобы кратко и четко, с минимальным числом деталей истолковать этническую историю хазария и сопредельных стран. Границы бывают пространственные, временные и каузальные, то есть причинные. Поскольку в трактате «Этногенез и биосфера Земли» было показано, что этническая история — небеспорядочный набор сведений без начала и конца блок. И не просто дни минувших анекдоты Пушкин, а строгие цепочки причинно-следственных связей с началом и концом, переплетенные между собой. То, чтобы попасть в цель, надо учитывать прошлое процессы, его окружение в изучаемый период и общую панораму после пятого акта трагедии. Да, именно трагедия, ибо каждый конец — это гибель того, чему было посвящено историческое повествование. Поэтому автор просит читателя ознакомиться с историей Нижнего Поволжья. Смотрите, Гумилев, этногенез и биосфера Земли, выпуск четвертый, тысячелетие вокруг Каспия, Москва, Винети, 1987 год. И добавляет к этому здесь предваряющий экскурс об этносе, внедрившемся в просторы Великой Степи, благодаря чему и возник зигзаг истории, которого могло бы и не быть, если бы события на Ближнем Востоке в первом тысячелетии нашей эры происходили чуть-чуть иначе. Среди историков бытует убеждение, что все, что произошло, не могло не произойти, сколь бы незначительным ни было событие по масштабу. Это мнение нигде не доказано, по сути дела предвзято, а потому не обязательно ни для читателя, ни для мыслителя. Конечно, законы природы и социального развития не могут быть изменены произвольно, но поступки отдельных персон не предусмотрены мировым порядком, даже если они влекут за собой существенные последствия. Другое дело, что они взаимно компенсируются в процессах глобальных, региональных и эпохальных, но образуемые этими поступками зигзаги дают ту степень приближения, которая необходима для уточнения описываемого явления. Вот почему учет подробностей для этнической истории не помеха, хотя и не самоцель. Способ исследования Этнологическое исследование, в отличие от исторического, базирующегося на источниках, основано на сумме достоверных фактов, почерпнутых из монографий, где источники прошли проверку путем исторической критики. Но если привлечен новый материал или старый требует пересмотра или учтены малоизвестные сведения из смежных областей, связанных с нашим сюжетом, исследования проведены традиционной методикой и отражены в сносках. Несоблюдение этого условия сделало бы нашу работу трудной для чтения из-за перегрузки мелочами, которые отвлекают внимание читателя, но не дают ничего существенно нового и важного. Значительную часть книги Артамонова составляет пересказ источников с большим количеством подробностей, повторять которые нет смысла. И наоборот, там нет анализа международных политических и культурных связей, а также фона этнической истории, на котором протекала хазарская трагедия, унесшая великий этнос в небытие. А именно последнее представляет интерес для современного читателя. По нашему мнению, разделяемому отнюдь не всеми, задача науки не столько в том, чтобы констатировать известные факты, но еще и в том, чтобы путем анализа и синтеза устанавливать факты неизвестные и в источниках неупомянутые. Одним из наиболее эффективных способов исторического синтеза является применение системного подхода. Представим себе автора литературного произведения или нарративного источника и того читателя, которому автор адресует свой труд как простую систему односторонней информации. Иными словами, автор убеждает читателя в том, чего тот не знает или чему не верит, но может узнать или поверить при достаточно талантливом рассказе. Проходят годы, а иногда века. Авторы читатель умерли, но произведение осталось. Значит, сохранилась его направленность, благодаря чему мы можем сообразить, что читатель современник, который держался иных взглядов, нежели автор, был либо переубежден и зачарован его талантом, либо остался при своем мнении. В любом случае, это незаписанное мнение читателя восстанавливается с известной степенью точности. Последнее может быть повышено, если нам известна историческая обстановка и события, актуальные для изучаемой эпохи. Так начнем с известного, с глобального окружения, чтобы восполнить неясное и понять, почему роль гегемона в Восточной Европе перешла от Хазарии к древней христианской Руси. Но знает ли эти события читатель? И обязан ли он знать их в том плане и в тех ракурсах, которые нужны для решения поставленной задачи? И наконец, может ли он, даже будучи эрудитом, угадать, что имеет в виду автор, только упоминающий, а не описывающий какой-либо факт из истории раннего средневековья? Разумеется, нет. И поэтому автор обязан изложить свое понимание процессов, что легче всего сделать, пользуясь испытанным способом наглядного хронологического повествования. И даже если найдется привередливый читатель, который будет недоволен тем, что ему встретятся в тексте места, знакомые, упоминавшиеся в других, куда более монументальных работах, то пусть он рассматривает их как информационный архив, заменяющий множество отсылочных сносок и громоздкую библиографию. Ведь наше сочинение не справочник, а книга для чтения, и назначение ее в том, чтобы принести читателю радость познавания. Без чего надо обойтись? Каждый историк начинает с того, что стремится к широкому обобщению своей темы. Он как бы хочет написать картину на широком полотне, но часто вынужден ограничиться серией этюдов. Однако некоторым благоприятствует судьба. Вместо альбома этюдов, то есть частных исследований по узким сюжетам, появляется картина. Как правило, такие картины имеют дефекты, из-за которых возникает недоверие к предлагаемым трактовкам. Но игнорировать такие попытки нельзя. Это академически некорректно. История хазарской проблемы до 1962 года изложена у Артамонова. Смотрите, Артамонов, история хазар, страница 7-40. И согласно принятому здесь принципу, не повторяться, рассматриваться нами не будет. Но за последние 20 лет на Западе появились концепции, облеченные в форму монографий, касающиеся нашей темы, и оригинальные настолько, что их надо либо принимать полностью, либо объяснить причины недоверия к ним. И хотя последнее будет ясно из текста нашей книги, а упомянутые монографии в ней цитироваться не будут, не написать об их существовании и значении, просто невежливо по отношению к их авторам. Наиболее парадоксальным является взгляд Артура Кёстлера. Он полагает, что с 7 по 12 век от Черного моря до Урала и от Кавказа до сближения Дона с Волгой распространилась полукочевая империя, в которой обитали хазары, народ тюркского происхождения. Знак вопроса. Стратегический проход откуда и куда между Черным и Каспийским морями они играли важную роль в кровавых событиях в Восточно-Римской империи. Они были буфером между грабителями степняками и Византией. Знак вопроса. Они отбили арабов и тем предотвратили завоевание исламом Восточной Европы. Они пытались сдержать вторжение викингов в Южную Русь к византийским границам. Но в Византию викинги попадали по Средиземному морю. Где-то около 740 года царский двор и правящий военный класс обратились в иудаизм. О мотивах этого необычайного события ничего не известно. вероятно это давало определенные преимущества для маневрирования между соперничавшими христианским и мусульманским мирами. К десятому веку появился новый враг викинги скоро ставшие известными как русы. Устарелые и неверные отождествления русы известные с четвертого века. Хазарский бастион Саркел был разрушен в 965 году. Центральная Хазария осталась нетронутой однако государство Хазар пришло в упадок. Основной тезис книги ради которого она написана таков. Поток еврейской миграции в Европу шел не через Средиземноморье как раньше считалось и как оно и было а из-за Кавказья через Польшу и Центральную Европу. Поэтому обитатели Восточной Европы потомки евреев 13-е колено Израилева. Почему эта точка зрения неприемлема будет видно из дальнейшего. Выбранный нами угол зрения рассмотрения ранней истории Древней Руси как последовательности русско-хазарских связей позволяет избежать полемики по мелким вопросам. В 50-х 60-х годах в Америке опубликованы два исследования по предыстории Руси. Лешевский «История христианства в земле русской с 1 века по 11 век и очерки по истории России Нью-Йорк Бруклин 1967 год». Выполнены они на русских материалах тех самых которые нам доступны. Оба содержат много мелких неточностей главным образом из-за некритического восприятия теории существования третьего центра Руси Азова-Черноморского население которого будто бы произошло от сарматов раксаланов. Эта концепция родившись в России ныне не разделяется подавляющим большинством ученых в числе коих находится автор. Но оспаривать эту версию можно либо путем скрупулезной проверки деталей источников либо путем противопоставления собственной версии в которой эти детали получают истолкование без гипотез и натяжек. Второй путь лучше ибо римляне называли скрупулюсом камешек попадавший в сандалии и коловший пятку. Его надо было просто вытрясти а не изучать. Кроме того наши академические требования выше чем в США в том смысле что у нас заведомо неверные даты не публикуются а собственные гипотезы оговариваются как необязательные для читателя. Вернацкий при составлении хронологической таблицы по древней истории Руси снабдил сомнительные даты звездочками и стало ясно что все достоверные факты известны и нам. Но Лишевский для подкрепления своих гипотез привлек данные в лесовой летописи. Смотрите лесной в лесово книга Виннипек 1966 год. Хотя она издана не полностью и не прошла проверки исторической критикой. Напрасно он это сделал потому что ссылаться на его исследование стало опасно. А вдруг князь Святояр или происхождение Рюрика от дочери Гостомысла у Милы вымысел домысел или нечеткое чтение текста. Ведь одна такая оплошность может повлиять на выводы и тем самым скомпрометировать всю работу. Да и нужны ли для истории такие уточнения? Сам Лишевский пишет «Ничего выдающегося в этой летописи нет, что резко изменило бы наши знания о прошлом». Лишевский указанное сочинение страница 169 Поэтому эти работы как пособия нами не использованы, хотя точки зрения авторов во внимание приняты. Иной характер носит книга Сергея Леснова Парамонова. Она удивляет читателя. Из пяти основных тезисов автора советский читатель воспринимает четыре как нечто общепризнанное, а пятой облесовой книге как личный каприз автора. Смотрите Сергей Лесной «Русь откуда ты? Винни Пек 1964 год страница 6 и 10. Автор считает, что первое скандинавы не играли роли в образовании русского государства, второе Русь как племя создалось в начале новой эры и всегда было славянским, третье славяне автохтоны центральной Европы, четвертое у древних славян была руническая письменность, пятая в лесово книга достоверна. Отсутствие ссылочного аппарата лишает читателей возможности проверить правильность и полноту цитат, а там где предмет известен оказывается, что он описан неверно. Упреки в адрес советских историков несправедливы, а в адрес зарубежных коллег, например, Вернадского, грубы. Домыслы Сергея Леснова, которыми он подменяет научные доказательства, граничат с фантастикой, а ссылки на в лесову книгу не спасают, ибо сведения ее крайне сомнительны. Тема Хазарии вообще оказалась вне поля зрения автора, что дает право отказаться от цитирования его труда. Нецелесообразность историографического обобщения продемонстрирована в работе Сахарова «Дипломатия Древней Руси», 9-й, первая половина 10-го века. Смотрите, Сахаров, «Дипломатия Древней Руси», 9-й, первая половина 10-го века, Москва, 1980 год. Автор проявил несказанное трудолюбие, изучив огромное количество статей по некоторым важным вопросам истории Киевской Руси, но не все, что сделало его книгу однобокой, а версию исторического процесса неубедительной. По существу он принял за схему летописную традицию, по которой категория «Русь» совпадала с державой династии Рюриковичей. Думается, что эта концепция несколько устарела. Даже если назвать государство Олега и Игоря раннефеодальным, дело не изменится, ибо этническое несходство сначала русов и дулебов, а потом славян-россов и варягов очевидно. Его отмечали авторы десятого века и признавали историки двадцатого века. Поэтому отрыв истории дипломатии от историка географического фона не оправдан. Однако историография, собранная Сахаровым, может быть полезна, как любая сводка материала. Она облегчает составление синтетических работ. Важно лишь осторожно относиться к заключению и ко второй книге «Дипломатия Святослава». Смотрите, Сахаров, «Дипломатия Святослава», «Москва», 1982 год. Так как выводы Сахарова отнюдь не подкрепляются приводимыми им самим фактическими данными, но это не вина, а беда. Третья книга Сахарова, «Мы от рода русского», «Рождение русской дипломатии». Смотрите, Сахаров, «Мы от рода русского», «Рождение русской дипломатии», «Ленинград», 1986 год, издано в научно-популярной серии, что дает право ограничиться простым упоминанием. Впрочем, нельзя не удивиться тому, что автор книги считает своими предками древних ругов, а не славян. Но, может быть, он прямой потомок Рюрика и в состоянии проследить свою генеалогию далее тысячи лет. Оспаривать его признание нецелесообразно, ибо в приведенном им же тексте от рода русского было 15 человек. Карл, Ингелд, Фарлов, Вельмут, Рулов, Гуды, Руалд, Карн, Фрелов, Руар, Актеву, Труан, Лидл, Фост, Стемет. Сахаров, «Мы от рода русского», страница 138-я. И ни одного славянина. Итак, неприятие названных выше сочинений связано либо с историкой географической путаницей, либо с законным недоверием к недостоверным источникам. Автор этой книги дважды неоригинален. Он, как все, хочет создать широкую историческую картину, но только на установленных фактах путем логически непротиворечивых версий. И, как принято, он проверяет эти факты традиционными приемами исторической критики. Оригинальным же является этнологический подход. Принц Пыкоева изложены в трактате «Этногенез и биосфера Земли». Собственно говоря, эта работа написана ради проверки эффективности предложенного естественно-научного подхода к истории народов, этносов и их взаимодействий. Именно наличие такого подхода помогло автору избежать соблазнов, примеры которых поведены выше. Насколько это удалось, пусть судит читатель, прочитавший книгу до конца. Условимся о значении терминов. В историческом повествовании часто приходится употреблять в качестве научных терминов многозначные слова. Это иной раз затрудняет взаимопонимание, особенно при обмене мнениями. Великая степь термин условный, так как в степной зоне евразийского континента много озональных ландшафтов, горные хребты, поросшие лесами, речные долины, оазисы в бесплодных пустынях. Но этот термин стал привычным и пользование им не затруднительно. Гораздо труднее обстоит дело в тех случаях, когда этнокультурные границы подвижны. Например, термин Европа, введенный Геродотом, в его время не включал скифию и страну гипербореев. В средние века он на некоторое время вышел из употребления, ибо Испания с 711 года стала Востоком, Византия особым культурным регионом, а Бассейн Балтики полем перманентной войны феодально-католического христианского мира с язычниками, славянами, пруссами, литовцами и эстами. Еще сложнее термин Древняя Русь. Он привычен, но непрост, а история его полна противоречивых толкований. Если стоять на уровне исторических источников 12-13 веков, то ясно, что термина Древняя Русь в них нет, поскольку Русь была им современной. Древней она стала лишь в 15 веке, когда потребовалось обосновать притязание Ивана Третьего на все территориальное наследие Рюриковичей. Так возникла схема единства, непрерывности исторического процесса, начиная от Рюрика, причем по принятой схеме менялись только столицы, да и то в строгом порядке. Киев, Владимир, Москва, Петербург. А эпохи смут и распадов считались следствием ошибочной политики великих князей. Натянутость и искусственность этой концепции очевидны, но ведь и выросла она не как научное обобщение, а как обоснование политической программы московских великих князей и царей. Смотрите Пресняков лекции по русской истории Москва 1938 год страница 1-2 Пресняков отмечает, что основным дефектом официальной схемы является невнимание к Западной Руси, даже фактическое исключение ее из русской истории. Этот раздел подлинно русской истории отходит к истории Польши, что отнюдь неверно. Так, чтобы найти место для Золотой Орды, пришлось создать концепцию татарского ига. Проблема взаимоотношений Золотой Орды и Руси искусственно осложнена. То, что русские называли хана царем и платили в Орду выход, несомненно. Но во внутренние дела Руси ханы не вмешивались и, требуя от кочевых подданных после принятия ислама отречения от монгольской культуры ясы и религии не требовали этого от русских. Скорее здесь была уния при главенстве Орды, а Русь рассматривалась как самостоятельный улуз, примкнувший к Орде по договору о вследствии завоевания. Смотрите Гумилев, поиски вымышленного царства, страница 398 и следующие, он же апокрифический диалог, Нева, 1988 год, номера 3 и 4. Это органический недостаток концепции, которое изучение считает государство. Изучение культуры неотъемлемого раздела истории дает другой вывод, который сделал Милюков в ранней работе «Очерки по истории русской культуры». Тезис этой книги таков. Можно сказать, что русская народность, достигшая успехов на юге, на севере должна была начинать историческую работу сначала. Цитируется по книге Хриснякова, страница третья. Наблюдение тонкое, но интерпретация неприемлема. По мнению Милюкова, до 16 века Руси как целостного феномена не было, а каждая область жила своей отдельной исторической жизнью. Это представление вытекает из господствовавшей тогда эволюционной теории, воспринятой без критики и не учитывавшей скачкообразности исторического развития. Шаг назад сделал львовский профессор Грушевский, работавший в Астро-Венгрии, тоже нуждавшийся в политическом обосновании оккупации Австрией Голиции. Здесь была предложена схема, напоминающая русскую государственную, но наоборот. Литовско-польская речь посполитая была объявлена продолжением Киевской Руси, а Владимиро-Московская Русь представлена особым народом, соперником и даже врагом Украины-Руси. Смотрите Грушевский, История Украины-Руси в пяти томах, тома 1-3, Львов, 1904-1905, том 4, Львов, 1903, том 5, Львов, 1905 год. Смотрите также Пресняков, указанные сочинения, страницы 4-5. Эта идея основывалась на том, что в начале 20 века категория этнос еще не была раскрыта. На эту неопределенность Пресняков указывает как на главную трудность при разрешении поставленной здесь проблемы. Пресняков дает критический разбор аспектов этнической диагностики расового, языкового, культурно-психологического и делает вывод. Государства возникают раньше наций. Указанное сочинение страница 6-я. Но не говорит, почему они возникают. Нашу точку зрения смотрите. Гумилев этногенез и биосфера Земли Ленинград 1989 год. И он приводит опровержение схемы Грушевского, указывая на полное отсутствие признаков вражды и даже различия между северными и южными русичами в киевский период. Вражда киевлян и новгородцев, киевлян и суздальцев проявляется не в иных формах, чем соперничество в борьбе владимирцев и ростовцев во время усобиц между сыновьями Андрея Боголюбского. Пресняков указанное сочинение страница 10-я. И от себя добавлю, чем между киевлянами и черниговцами. Достаточно вспомнить жестокую расправу над Игорем Ольговичем в 1147 году и погром Киева в 1203 году, после коего город долго не мог оправиться. Только в 14-м веке, когда Ольгерд и Витовт покорили Киев, Чернигов, Курск, Смоленск, судьбы юго-западных и северо-восточных русских разошлись. Но в 17-м веке Украина, а в 18-м веке Белоруссия и Волынь воссоединились с Россией, причем не путем завоевания их Москвой, а путем освобождения от польского Ига, которое было куда тяжелее Ордынского. Современная точка зрения, общепринятая в советской науке, тоже принимает 14-й век заводораздел между древней Киевской Русью с ее северо-восточной окраиной Суздальским и Владимирским княжествами и выделением из общерусского этноса трех новых великороссов, белоруссов и украинцев. Смотрите История СССР с древнейших времен до наших дней в двух томах Москва 1966 Такая периодизация не требует поправок, но остаются неясными вопросы. Первый. В чем причина ошибочности трех прежних концепций, а причина это явно общая? Второй. Каким образом удалось заведомую ошибочность преодолеть, а причину общей ошибки устранить? Краткие ответы на эти вопросы. Первый. Предложенная летописцем Нестором дата основания Руси 862 год. Второй. Работами Шахматова и Лихачева о древнейших славянах и концепции этногенеза автора этих строк. История восточного славянства и русского этноса началась задолго до Рюрика, полагает Шахматов. Пересказ его теории происхождения восточного славянства не входит в нашу задачу. Смотрите Шахматов древнейшая судьба русского племени Петроград 1919 год. Сравните Пресняков указанное сочинение страницы 14 26 Нам достаточно знать его выводы. Признавая первой славянской родиной бассейн западной Двины, Шахматов называют второй родиной Повислинье, которое в третьем, втором веках до нашей эры покинули Бастарны и куда во втором веке нашей эры пришли готы. Тогда же славяне были втянуты в великое переселение народов, что заставило славян расколоться на западных Венедов и южных Склавинов. Тогда же выделились анты, поляне, двинувшиеся на юго-восток. Отметим, что по этнологической терминологии здесь описан пассионарный толчок. Это и есть начало процесса этногенеза славян и византийцев, ромеев-христиан. По предположению Шахматова, принятому Пресняковым, от Черноморского побережья славян оттеснили авары и болгары, из-за чего славяне заняли лесную полосу между Днепром и Днестром, то есть Волынь, что и есть первое общеславянское государство, разгромленное аварами. В седьмом веке болгар разогнали хазары, а общеславянское царство распалось, выделив Болгарию, Чехию, Польшу и Поморье. Из Южной Прибалтики на восток двинулись две волны славян, кривичи, создавшие Смоленск, Полоцк, Витебск, Псков, и Словени, создавшие Новгород и расселившиеся в Верхнем Поволжье. Радимичи и Вятичи пришли от ляхов, смотрите шахматов, к вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры, русский филологический вестник, номер один, Варшава, 1913 год, страница первая-двенадцатая. Сравните «Повесть временных лет», часть вторая, страницы 225-226. Расселение повело к распаду былого племенного единства. Наконец, в девятом-десятом веках сложилась Киевская Русь, крупное явление в истории восточного славянства, распавшееся во второй половине двенадцатого века. Пресняков, указанное сочинение, страница двенадцатая. Под распадом Пресняковым понимается политическая дезинтеграция, но не этногенез, так как в фазе обскурации, сопровождавшейся расцветом культуры, и так бывает, древнерусский этнос дожил до конца четырнадцатого века, и лишь в пятнадцатом веке уступил место ныне бытующим восточнославянским этносом. На этом фоне, даже если без критики принимать рассказ Нестора о призвании варягов в Новгород, очевидно, что узурпация Рюрика это эпизод в тысячелетней истории восточного славянства, почему-то выпеченный летописцем, тогда как события более крупные, им опущены или затушеваны. Признав это, мы получаем непротиворечивую версию, по которой процесс этногенеза ведет себя так же, как видообразование. Ныне в эволюции каждой отдельной группы живых организмов палеонтологи выделяют три стадии. На первой наблюдается мощный подъем жизнедеятельности, на второй они приспосабливаются к различным условиям и расширяют ареал, а на третьей происходит узкая внутренняя специализация, которая приводит либо к гибели, либо к застою. Изменение привычных условий существования делает вид или в нашем случае этнос особенно уязвимым, так как жизнеспособность системы падает. В палеонтологии это явление рассматривается как прерывистое равновесие ростовцев, от чего погибли динозавры, ленинградская правда, 1983 год, 25 ноября. В истории как дискретность этнических процессов. Киевская Русь третья стадия славянского этногенеза. Она возникла тогда, когда славянство перестало существовать как целостность, сохранив как реминисценцию былого единства общепонятность речи или близость языков. Таким образом, мы установили временные границы Древней Руси, а пространственные еще предстоит уточнить. Восточные славяне, но еще не Русь. Вот прошло 70 лет и стало ясно, что локализации Шахматова подтвердились. Работами украинских археологов и историков установлены ареалы археологических культур славянской прародины и уточнены датировки. Славяне расселились из области между Днестром, Припятью и Верхней Вислой. Смотрите, барон, сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения славян. Славяне на Днестре и Дунае. Киев, 1983 год, страница 40. Начало славянского расселения эпоха зарубинецкой культуры. Славяне двигались от верховьев Вислы на юг в Поднепровье и на север к верховьям Днепра, Десны и Аки. В 3-5 веках в период Готских войн на юг до Дуная и в Степное Причерноморье, на северо-восток на Днепровское Левобережье. Причинами миграции предложено считать демографический взрыв и исчерпание фонда свободных земель. Смотрите, Брайчевский, славяне в Подунавье и на Балканах в 6-8 веках, славяне на Днестре и Дунае, страница 221-222. Но кажется парадоксальным, что мотив желания жить был связан с повышенной воинственностью, а ведь на войне риск гибели велик. В 6 веке славяне продолжали распространяться на Запад через проходы в Карпатах, Датиссы, вверх по Дунаю и в Междуречье Вислы и Одера. Смотрите указанное сочинение Барона, страница 45-я. И на юг в 550-м, 551-м годах они форсировали Дунай и к 9 веку заняли всю Элладу, а часть их перебралась в Малую Азию. Смотрите Брайчевский, славяне в Подунавье, страница 225-я. Славянским по языку население Пелопонеса оставалось до 19-го века, то есть до освобождения Греции от турок. Но школа и литература на новогреческом языке заставили потомков славян майнотов сменить и язык, что выделило греков из прочих южных славян. Как ныне установлено, славяне не были аборигинами Восточной Европы, а проникли в нее в 8 веке, заселив Поднепровье и бассейн озера Ильмень. До славянского вторжения эту территорию населяли русы или россы, этнос отнюдь не славянский. Еще в 10 веке Лиут Прант Кремонский писал «Греки зовут руссос, тот народ, который мы зовем норманнос по месту жительства, и помещал этот народ рядом с печенегами и хазарами на юге Руси». Цитируется по книге Платонов лекции по русской истории Санкт-Петербург страница 61. Скудные остатки языка россов, имена и топонимы указывают на их германоязычие. Названия Днепровских порогов у Константина Багряна Родного приведены по-русски «Ессупы», «Ульворен», «Геландра», «Эйфар», «Варуфорос», «Леанты», «Струвон» и по-славянски «Остров» «Унипрах», «Неясить», «Вулнипрах», «Веруци», «Напризи». Бытовые навыки у славян и русов были тоже различны, особенно в характерных мелочах. Русы умывались перед обедом в общем тазу, славяне под струей. Русы брили голову, оставляя клок волос на темени, славяне стригли волосы в кружок. Русы жили в вовенных поселках и кормились военной добычей, часть которой продавали хазарским иудеям, а славяне занимались земледелием и скотоводством. Авторы десятого века никогда не путали славян с русами. Подробнее смотрите Артамонов «История Хазар», страницы 289-295. Но при этом нельзя считать русов скандинавскими варягами, так как последние начали свои походы в девятом веке, а русы известны как самостоятельный этнос авторам шестого века Иордану и Захарии Риттеру. Единственной непротиворечивой версией является заявление епископа Адальберта, назвавшего княгиню Ольгу царицей Ругов, народа, западная часть которого погибла в Норике и Италии в пятом веке, а восточная удержалась в восточной Европе до десятого века, оставив в наследство славянам династию и название державы. Этот факт наводит на размышления. Археологами древние славяне сопоставляются с черняховской и пеньковской культурами, причем отмечается смешанный этнический состав носителей этих культур. От Задунавья на юго-западе до Курской земли на северо-востоке, от Южного Полесья до Северного Причерноморья во втором-пятом веках кроме славян жили дако-фракийцы, сарматы и, возможно, готы. Но после нашествия гуннов остались только славяне, смешавшиеся в шестом-седьмом веках с гетто дакийскими племенами. Смотрите, Винокур, Черняховские племена на Днепре и Дунае, славяне на Днестре и Дунае, страница 131, Седов, славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья, Москва, 1970 год, страница седьмая, Винокур, указанное сочинение, страница 133, Приходнюк, к вопросу о присутствии антов в Карпато-Дунайских землях, славяне на Днестре и Дунае, страница 191. Возможности археологии ограничены. Эпоху можно определить удовлетворительно, но этнический состав невозможно. Материальная культура перенимается соседями легко, ибо зависит от ландшафтных условий и уровня техники, а здесь и то, и другое совпадало. Обряд погребения показывает культ, но ведь религия не всегда однозначно соответствует этносу. Важнее другое. Слаянская культура шестого-седьмого веков отличается от Черняховской. Исчезают труппы положения. Могилы беднеют. Короче говоря, более древние культуры и их носители были субстратами быстро растущей славянской целостности, находившейся в фазе этнического пассионарного подъема. Поэтому в славянских погребениях можно видеть не повторение ранних культур, а их синтез. Смотрите, Барон, указанное сочинение, страница сороковая. Но процесс славянского этногенеза был нарушен вторжением с востока. Хиониты, населявшие берега Низовий Яксарта, Сырдарии, спасаясь от тюрк-ютов, бежали в Европу, где стали известны под именем Авар или Обров. Смотрите, Гумилев, древние тюрки, страница 34-35. Это был древний этнос, наследие легендарного Турана, и юные восточные славяне стали жертвой старого хищника. В 602 году Авары напали на антов, восточных славян, бывших союзниками Византии. Смотрите, Симокатта Феофилакт, История, перевод Кондратьева, Москва, 1957 год, книга 8, страница 180. Именно тогда имя антов исчезает из исторических источников. Смотрите, Иордан о происхождении и деяниях геттов. Вступительная статья, перевод, комментарий с Крыжинской. Москва, 1960 год, страница 220. С тех пор исчезло славянское единство, потому что обры отделили южных балканских славян от северных или прибалтийских венедов. Остатки антов по славянски полон объединились с этносом русов, которых немецкие хронисты 10 века считали ответвлением Ругов. Смотрите, Брайчевский, Похождение Руси, Киев, 1968 год, страница 155. Слияние полян и русов в единый этнос осуществилось лишь в 10 веке, что проявилось в образовании государства, называемого в наше время Русь в узком смысле, потому что оно не включало в себя большинство славянских племен Восточной Европы, завоеванных и покоренных позднее, о чем пойдет речь ниже. Смотрите Насонов, Русская земля и образование территории Древнерусского государства, Москва, 1951 год, Рыбаков, Древние русы, Советская археология, том 17, 1953 год, Артамонов, История Хазар, страница 289-290. Таким образом, перед нами сочетание двух самостоятельных процессов природного феномена этногенеза, начавшегося в первом веке, и социального построения государства, нарушавшегося троекратно готами, аварами и норманнами, и осуществленного фактически лишь в одиннадцатом веке при Ярославе мудрым. Это начало государства русского, или точнее киевского каганата, как его именовали современники, например, митрополит Иларион, приходится не на фазу подъема пассионарности, не на фазу перегрева и даже надлома, а на инерционную фазу, которой свойственно интенсивное развитие литературы и искусства, что и заслонило от позднейших историков эпохи героических свершений, преодоленных бедствий и неописанных побед. Для нашего исследования славяне тема периферийная, но именно поэтому было необходимо уточнить пространственно-временное осмысление русской истории как результат от двух пассионарных толчков и многочисленных этнических контактов, из коих ни один не был похож на другой. А культурная традиция, обусловленная никейским исповеданием и доблестью богатырей, проходит красной нитью сквозь века и страны не меняясь, ибо она плод не природы, прекрасной в своей вечной изменчивости, а сознание, то есть культуры, цель которой консервация. Смотрите Гумилев, этногенез и биосфера Земли, Ленинград, 1989 год. Но так как история одной страны всегда проходит на фоне мировой истории, так же, как это последнее идет на фоне истории Земли, то мы должны вернуться к заданной теме нашего исследования, проблеме разнообразия этнических контактов, приняв за исходную точку северный берег Каспия, ибо оттуда удобно видеть и запад, и восток. Часть первая География этносферы первого тысячелетия нашей эры. Кто есть кто? В ареале угасшей пассионарности мусульманский суперэтнос, христианский суперэтнос, блуждающий суперэтнос. Глава пильмая в ареале угасшей пассионарности первая описание хазарской страны. Ландшафты, как и этносы, имеют свою историю. Дельта Волги до третьего века не была похожа на ту, которая существует ныне. Тогда по сухой степи среди высоких беровских бугров струились чистые воды Волги, впадавшие в Каспийское море много южнее, чем впоследствии. Волга тогда была еще мелководна, протекала не по современному руслу, а восточнее, через Ахтубу и Бузан, и, возможно, впадала в Уральскую западину, соединенную с Каспием узким протоком. От этого периода остались памятники сармато-аланской культуры, то есть туранцев. Хазары тогда еще ютились в низовьях Терека. Во во втором-третьем веках атлантические циклоны сместили свой путь на север. Дожди перестали орошать степную зону, где на время воцарилась пустыня, а стали изливаться в Волго-Окском междуречье и на широтах водосбора Камы. Особенно значительным было зимнее увлажнение, сугробы мокрого снега и, как следствие, огромное весеннее половодье. Волга помесла все эти мутные воды, но русло ее в низовьях оказалось для таких потоков узким. Тогда образовалась дельта современного типа, простиравшаяся на юг почти до полуострова Бузачи, севернее Мангышлака. Опресненные мелководья стали кормить огромные косяки рыб. Берега протоков поросли густым лесом, а долины между буграми превратились в зеленые луга. Степные травы, оставшись лишь на вершинах бугров, вертикальная зональность, отступили на запад и восток, где ныне протоки Вахтемир и Кигач. А в ядре возникшего озонального ландшафта зацвел лотос, запели лягушки, стали гнездиться цапли и чайки. Страна изменила свое лицо. Тогда изменился и населявший ее этнос. Степники и сарматы покинули берега протоков, где комары не давали покоя скоту, а влажные травы были для него непривычны и даже вредны. Зато хазары распространились по тогдашней береговой линии, ныне находящейся на 6 метров ниже уровня Каспия. Они обрели богатейшие рыбные угодья, места для охоты на водоплавающую птицу и выпасы для коней на склонах Беровских бугров. Хазары принесли с собой черенки винограда и развели его на новой родине, доставшейся им без кровопролития по случайной милости природы. В очень суровые зимы виноград погибал, но пополнялся снова и снова дагестанскими сортами, ибо связь между Терской и Волжской Хазарией не прерывалась. Смотрите, Потапенко сторожил земли русской. Ростов, 1976 год, страница 50. Воинственные Аланы и Гунны, господствовавшие в степях Прикаспия, были не опасны для Хазар. Жизнь в дельте сосредоточена около протоков, а они представляют собой лабиринт, в котором заблудится любой чужеземец. Течение в протоках быстрое, по берегам стоят густые заросли тростника, и выбраться на сушу можно не везде. Любая конница, попытавшаяся проникнуть в Хазарию, не смогла бы быстро форсировать протоки, окруженные зарослями. Тем самым конница лишалась своего главного преимущества маневренности, тогда как местные жители, умевшие разбираться в лабиринте протоков, могли легко перехватить инициативу и наносить врагам неожиданные удары, будучи сами неуловимыми. Еще труднее было зимой. Лед на быстрых речках тонок и редко в очень холодные зимы может выдержать коня и латника. А провалиться зимой под лед даже на мелком месте значило обмерзнуть на ветру. Если же отряд останавливается и зажигает косты, чтобы обсохнуть, то преследуемый противник за это время успевает скрыться и ударить по преследователю снова. Хазария была естественной крепостью, но, увы, окруженной врагами. Сильные у себя дома хазары не рисковали выходить в степь, которая очень бы им пригодилась. Чем разнообразнее ландшафт и территория, на которой создается хозяйственная система, тем больше перспектив для развития экономики. Дельта Волги отнюдь не однообразна. Но непригодна для кочевого скотоводства, хотя последняя как форма экстенсивного хозяйства весьма выгодна людям, потому что оно нетрудоемко и природе, ибо количество скота лимитируется количеством травы. Для природы кочевой быт безвреден. Хазары в степях не жили и, следовательно, кочевниками не были. Но и они брали от природы только избыток, которым она могла смело поделиться. Рыбу, виноград и плоды из садов. Короче говоря, этносы, низовьи Волги в то время находились в фазе гомеостаза, равновесия с природой и друг с другом. При этой системе жизни этносы редко активно общаются между собой, потому что воевать не из-за чего, а брать в жены чужих девушек невыгодно. Привыкшие к иному быту они будут плохими хозяйками в доме мужа. Чем крупнее цель, тем легче в нее попасть. Поэтому заключим наш сюжет трагедию хазарского этноса в рамку истории сопредельных стран. Конечно, эта история будет изложена суммарно, ибо для нашей темы она имеет только вспомогательное значение. Но зато можно будет проследить глобальные международные связи, пронизывавшие маленькую хазарию насквозь, и увидеть ритм природных явлений биосферы, вечно изменчивой проматери всего живого. Тогда и история культуры заиграют всеми красками. Второе. Этнос отраженного света. Может показаться, что, утверждая невозможность существования активного этноса без пассионарного толчка, мы погрешили против собственного тезиса. Например, хазары стали известны византийским и персидским авторам в четвертом веке, а армянским в третьем веке. Моисей Харенский в истории Армении упоминает, что между 193 и 213 годами толпы Хазар и Баслов, Барсилов, соединившись, прошли через ворота Джора, дербенский проход, перешли к Уру и рассыпались на сю сторону ее. Цитируется по книге Артамонова «История Хазар», страница 115. Артамонов полагает, что упоминание Хазар в столь раннее время анахронизм. Смотрите там же, страница 131. Однако оснований для сомнений не приводят. Принимая сведения историка, констатируем, что во втором веке Хазары обитали в низовьях Терека и Сулака. На Волгу они распространились позднее, не через сухие степи, а по берегу Каспийского моря, стоявшего тогда на отметке минус 36 метров, то есть на 8 метров ниже, нежели в 20 веке. Смотрите Гумилев, Хазария и Каспий, вестник Ленинградского государственного университета, 1974 год, номер 6, страница 84-95. Он же Хазария и Терек, там же, 1974 год, номер 24, страница 78-88. Но немеридиональный толчок 2 века от Скандзе до Палестины, нежиротный толчок 4 века от Аравии до Северного Китая не должны были их задеть. Каким же образом объяснить особенности их этногенеза в течение тысячи лет и образования многочисленных реликтов грибинских и нижнедонских казаков, астраханских татар и караимов Крыма. Короче говоря, Хазары вели себя как полноценный этнос, прошедший все фазы развития. Но за счет чего? Русский летописец правильно сопоставляет Хазар со скифами, под которыми его источник Георгий Амартал подразумевал древнее досарматское население южной части Восточной Европы. Повесть временных лет часть первая страница 14 часть вторая страница 223 В то время, когда степные водораздельные пространства захватывались последовательно сарматами 3 век до нашей эры гуннами 4 век 4 век нашей эры болгарами 5 век аварами 6 век мадьярами и печенегами Хазары спокойно жили в густых прибрежных зарослях недоступных для кочевников с коими они всегда были врагами. Благодаря столь благоприятным природным условиям Хазары потомки древнего европеоидного населения Западной Евразии жили как этнос персистент до конца 6 века когда ситуация изменялась крайне резко и неожиданно. Самая важная роль в хазарском этногенезе выпала на долю новорожденного этноса древних тюрок тюркютов как принято их называть чтобы избежать терминологической путаницы смешения этого этноса с прочими тюркоязычными племенами. термин тюрк имеет три значения для 6-8 веков это маленький этнос тюркют возглавивший огромное объединение в великой степи эль и погибший в середине 8 века эти тюрки были монголоиды от них произошла хазарская династия но сами хазары были европеоиды дагестанского типа для 9-12 веков тюрк общее название воинственных северных народов в том числе мадьяров русов и славян это культурно-историческое значение термина не имеет касательства к происхождению для современных востоковедов тюрк группа языков на которых говорят этносы разного происхождения возникли тюркюты так в 439 году небольшой отряд князя Ашина бежал из северо-западного Китая от победоносных и безжалостных табгачей состав этого отряда был пестрым но преобладавшим этносом были сяньбийцы то есть древние монголы поселившись на склонах Алтая и Хангая и смешавшись с аборигенами тюркюты сделали своей узкой специальностью плавку железа и выделывание оружия в 552 году их первый хан Тумын одержал победу над жужанями господствовавшими в степи в 4-5 веках так был создан великий тюркютский каганат младший брат Тумына хан Истеми был поставлен во главе войска имевшего задачи подчинения западных степей Истеми дошел до дона и берегов Черного моря некоторые племена бежали от него другие подчинились силе оружия а третьи сочли за благо помочь завоевателю дабы разделить с ним плоды победы в числе последних оказались хазары и болгарское племя утургуров жившее между Кубанью и Доном когда же в начале 7 века великий каганат распался то хазары и утургуры оказались в составе западного каганата те и другие искренне помогали своим новым правителям в войнах против Византии и Ирана однако в западно тюрк-юдском каганате два племенных союза образовали две партии боровшиеся за власть над бессильным ханом у тургуры примкнули к одной а хазары естественно к другой партии а после ее поражения приняли убежавшего царевича к себе в ханы 650 год подробно смотрите Артамунов история хазар страница 171 Гумилев древние тюрки страница 238 через 8 лет западно тюрк-юдский каганат был захвачен войсками империи Тан что пошло на пользу хазарам принявшим в сторону ранее побежденного царевича и во вред болгарам у тургурам лишившимся поддержки верховного хана 658 год вследствие этого хазары около 670 года разгромили болгар и те разбежались кто на Каму кто на Дунай кто в Венгрию а кто даже в Италию одновременно хазарам пришлось отражать вторжения арабов победоносных от Индии до Квитании но на Кавказе неожиданно для завоевателей Ирана и Испании война шла с переменным успехом причем хазарские вторжения в Закавказье чередовались с арабскими походами до Дербента 662 744 годы севернее которого арабам так и не удалось закрепиться откуда взялась у маленького реликтового этноса такая грандиозная пассионарность позволившая хазарам при неравенстве сил свести в ничью войну с самым сильным и агрессивным государством 8 века численный перевес был на стороне арабов потому что хазарских ханов тюркской династии не поддерживали ни Аланы ни Мадьяры ни Буртасы ни Мордва ни Славяне а уж меньше всего Болгары особую позицию занимали горцы Дагестана царство Серир Туман Зерих Геран Кайтак Табасаран Лакс и Филан уже в 739 году подчинившиеся наместнику Азербайджана и Армении Мервану опиравшемуся на неприступный Дербент Смотрите История Дагестана Том 1 Москва 1967 год страница 153 Дербент был окончательно оккупирован арабами в 685 686 годах и отделился от халифата в 10 веке вместе с Ширваном Но маленькая Хазария героически отстояла свою независимость почему Вспомним что целых 100 лет 558 650 тюрк-юдские ханы использовали территорию Хазарии как базу для своих военных операций В Хазарии тюрк-юдские богатыри отдыхали после перехода через сухие степи а по возвращении из Крыма или за Кавказье прогуливали награбленную добычу и тут наверняка не обходилось без женщин которые как известно не бывают равнодушны к победителям дети появившиеся после военных походов искренне считали себя Хазарами отцов своих они не знали воспитаны были в среде Хазар и в ландшафте Волжской дельты в наследство от тюрк-юдов они получили только некоторые антропологические и физиологические черты в том числе пассионарность а поскольку такой симбиоз длится более ста лет то естественно что привнесенной чужаками пассионарности стало достаточно чтобы превратить реликт в активно действующий этнос но еще существеннее для хазарского этногенеза был следующий период когда хазарией управляли тюркские ханы династии Ашина 650 810 наследники правителей великого тюркского каганата 552 745 царевич беглец и его соратники принятые хазарами гостеприимно не слились с массой народа и не противопоставили себя ей они продолжали жить кочевым бытом только зиму проводя в домах в Итиле они возглавили борьбу с арабами и будучи мастерами степной маневренной войны научили хазар отбивать натиск регулярных войск оставаясь язычниками почитавшими синее небо и черную землю они были веротерпимы до полной неразборчивости это то их и погубило но из-за чего и каким образом третье развивалась ли в хазарии культура странно но долгое время считалось что народы евразийской степи в особенности кочевые не имели собственного культурного развития собственной истории и уж обязательно оригинального искусства евразии в данной работе называется внутренняя часть континента в основном степь между Карпатами и Маньчжурией представляющая этнокультурную целостность в таком же этнокультурном аспекте следует рассматривать название восточная Европа и западная Евразия раскопки на Алтае в Монголии и Сибири показали что искусство евразийских народов существовало история их ныне написана прочтенные тексты показали наличие переводной философской литературы а фольклор зафиксировал оригинальные сюжеты все у них было но мало что сохранилось однако перед нами сразу возникает непредвиденная трудность социальное развитие в странах земледельческих у народов унаследовавших развитую культуру античности и у племен живущих в девственных ландшафтах бесписьменности с примитивной техникой идет асинхронно в Европе в восьмом десятом веках бурно развивается феодализм образуются классы разделяются ремесло и земледелие за счет усовершенствования техники а в степях Евразии овцы поедают траву псы охраняют овец а пастухи ездят в гости друг к другу единственное орудие производства кнут но совершенствовать его незачем однако и в Евразии возникают города правда только на берегах рек потому что в голой степи и ныне люди не живут оседло археологические культуры здесь сменяют одна другую этносы возникают и исчезают короче говоря жизнь идет хотя формация остается той же первобытно общинной в стадии военной демократии как это понять как попытка объяснения направления процесса в последние годы получил распространение и был принят без критики и проверки постулат развитие культур и народов степной и лесной зон Евразии шло от кочевий к городам и прослеживается этот путь археологией причем археологическая культура отождествляется с этносом смотрите Плетнево от кочевий к городам Москва 1967 год согласно этому принципу прогрессивные эволюции археологическая салтово-маяцкая культура свойственна единому болгару хазарскому этносу переходившему от кочевого скотоводства к оседлому земледелию вследствие обеднения одних людей и закабаления их другими предоставлявшими им суды для обзаведения хозяйством после чего бедняки попадали в экономическую зависимость от богатеев смотрите Артамонов Плетнева еще раз о степной культуре Евразии народы Азии и Африки 1970 год номер 3 страница 92 в этой умозрительной концепции четко описано первоначальное накопление капитала при становлении аграрного капитализма назвать такой процесс элементами феодальных отношений нет никаких оснований но если так то по мнению авторов капитализм зародился не в средстве развития производительных сил и технического прогресса а из-за корыстолюбия одних и беспомощности других бедневших неизвестно почему и каким-то странным образом моментально осваивавших сложную культуру земледелия а для этих районов виноградарство требующее обычно опыта многих поколений бесспорно что у древних хазар болгар гузов печенегов существовал родоплеменной строй как известно при первобытно общинной формации земля принадлежит роду и следовательно всем его членам родович потеряв скот вследствие падежа гололедицы или угона врагами имел право на помощь своего рода притом безвозмездную поэтому индивидуальной бедности у этих народов существовать не могло богатство у отдельных представителей имелось не в форме капитала а как сокровище серьги ожерелья ценные оружия шелковые или парчевые халаты смотрите Артамонов история хазар страница 99 займов под проценты при отсутствии денежной системы не бывает а при натуральном хозяйстве нужды в них не возникает стало быть при существовавшем в первом тысячелетии уровне производительных сил и изобилии природных ресурсов не было предпосылок для развития капитализма даже в зачатке накопление богатства ради богатства для каждого родовича показалось бы бессмысленным и грязным занятием а если бы кто-либо стал обжимать соплеменников то те бы его либо выгнали либо убили как выродка а ведь перед этим сам Артамонов писал что хазарию превратила в классовое государство еврейская купеческая верхушка опиравшаяся на наемные войска и лишившая Кагана свободы и власти смотрите там же страница 457 458 может показаться странным что Артамонов в статье написанной совместно с Плетневой отвергает и игнорирует выводы собственной книги например войну хазар с болгарами показывавшую что это разные этносы и многое другое объяснение этой странности у меня нет к оседанию кочевников события 9 века никакого отношения не имели да и не было никакого оседания земледелие и кочевое скотоводство сосуществовали с древнейших веков потому что являлись способами адаптации этносов к ландшафтам смотрите Гумилев РДИ единство и разнообразие кочевой культуры в средние века народы Азии и Африки 1969 год номер 3 страницы 78 87 разумеется этносы развивающие технику меняются но при этом они воздействуют на географическую среду создавая антропогенные ландшафты большие города но когда это имеет место археолог легко это обнаружит а в Хазарии строили только крепости и базары для обеспечения транзитной торговли на природу степей и речных долин не воздействовавшие и наконец отождествление Хазары Болгар основано на неоправданном приравнивании этноса к археологической то есть материальной культуре а так как салтово-маяцкая культура представлена главным образом керамикой то значит древние люди признанные за дополнение к черепкам разбитых горшков то есть те и другие материал того же порядка Артамонов Плетнева указанное сочинение страница восемьдесят девятая логика логика авторов проста до предела черепки удобнее для изучения они лежат на земле и видны а древние люди сгнили поэтому хватит с нас одних черепков прочее же можно домыслить но представим себе что археолог тридцатого века ведет раскопки на территории Ленинграда занимаясь посудой он выделит культуру глиняных горшков культуру фарфора культуру алюминиевых мисок культуру пластмассовых блюдец при раскопках жилищ он разнесет по разным культурам дворцы в стиле ампир кирпичные доходные дома и блочные строения все эти дома он обязан согласно постулату интерпретировать как памятники особых этносов а ведь для примера взята двухсот пятидесятилетняя история одного города так правильно ли класть в основу этнической диагностики формы керамических изделий а не способы жизни народов то есть их взаимодействия с кормящей их природой и живыми традициями быта нравов воззрений изменяющихся из века в век по строгой закономерности этногенетических процессов нет у каждой науки есть своя сфера и свои пределы археология ведает трупами вещей то есть памятниками археолог бессилен там где ткани и меха истлели а золотые украшения перелиты врагами в слитки надо искать иной путь четвертое фазы этногенеза в западной Евразии в специальной работе смотрите гумилев этногенез и биосфера земли Ленинград 1989 нами было установлено что этническая история человечества состоит из ряда дискретных процессов этногенезов накладывающихся на историческую канву аналогичных процессов протекавших ранее на той территории которая привлекла внимание исследователя так в восточной Европе и примыкающей к ней западной окраине Великой Степи за период освещенный письменными источниками сменилось множество народов с 8 до 3 века до нашей эры здесь господствовали скифы уничтоженные сарматами с 3 века до нашей эры по 4 век нашей эры точнее до 370 года хозяевами степей восточнее дона были сарматы а правобережьем Днепра овладели готы в 371 году гунны перешли Дон и в 376 году вытеснили часть готов за Дунай а около 420 года заняли Паннонию в 454 году гунны были разбиты гипидами в 463 году болгарами в 469 году византийцами после чего господство над причерноморскими степями перешло к болгарам судьба гуннов яркий пример того что любой этнический процесс может быть нарушен политическими коллизиями которые невозможно предугадать гунны могли бы выиграть битву с гипидами при Недао в 453 году или разгромить Сарагуров болгар в 463 году тогда бы в восточной Европе уже в пятом веке создалось сильное гуннское государство но так как этого не случилось то многочисленные местные этносы вернули себе самостоятельность в числе их были потомки антов дулебы жившие на волыне арабский георграф масуди писавший около 930 года отмечает из этих племен славянских одно имело прежде в древности власть его царя называли Маджак а самое племя называлось Валинана то есть Валынини оно почиталось между их племенами и имело превосходство между ними Гаркаве сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве Санкт-Петербург 1874 год страница 135 Болгары не создали единого государства Восточные в бассейне Кубани Утургуры и западные между Доном и Низовьями Дуная Кутургуры враждовали между собой и стали добычей новых пришельцев с Востока Кутургуров подчинили авары точнее псевдоавары или варханиты а у Тургуров тюрк-юты в 558 574 годах границы между аварским и западно-тюрк-ютским каганатом стал Дон 668 года авары укрепившиеся в Паннонии были естественными врагами славян подробности этой длительной войны в источниках не сохранились ибо события протекали далеко от Византии и Галлии где только и велись записи но даже по отрывочным записям видно что в 581 году авары захватили Сирмий греческую крепость на Дунае около Белграда и затем разграбили Балканский полуостров 583 587 годы с 588 по 631 год авары одерживали победы и примучивали Дулебов восточнославянское племя около 600 года они совместно со славянами Харутанами заселили внутренний Норик В 619 620 годах авары находясь в союзе с персами дошли до стен Константинополя но были отражены новая попытка их добиться победы над греками в 627 году кончилась катастрофическим поражением которое повлекло восстание болгарского племени кутургуров обитавших в степях от Карпат до Дона которых немногочисленные авары использовали в борьбе с противниками антами союзниками румеев смотрите Чичеров византийские исторические сочинения хронография Феофана Москва 1980 год страница 58 примечание 197 страница 96 В эти годы на северной границе аварского каганата шла столь же ожесточенная война следом которой являются городище укреплений разрушенных и покинутых местным населением например пастырское городище смотрите Брайчевский похождения Руси страница 172 В 631 году авары жестоко подавили восстания кутургуров остатки коих объединились с утургурами в 633 году Когда же утургуры в 670 году потерпели поражение хазар подчинивших себе Северный Кавказ то болгары разбежались а бывшие земли кутургуров были заселены тиверцами и уличами Все эти события подорвали мощь авар которые в 6 веке господствовали в степях восточнее Карпат Упадок аварского Каганата наступил в 8 веке Но почему? Ведь авары или обры были не только воинственны но и интеллектуальны Их дипломатия и способности к управлению были на высоте тогдашних требований У них были естественные союзники кангары или печенеги в степях приорали И при этом они бежали от немногочисленных тюркютов отступили от стен Константинополя и терпели поражение от славян державы само Это не случайно Смотрите Гумилев этногенез и биосфера Земли Выпуск 4 Москва 1987 год страница 208 215 Заглянем в историю До 6 века до нашей эры арийские племена Средней Азии и Ирана представляли целостность грозную и агрессивную На рубеже 6 и 5 веков до нашей эры прозвучала огненная проповедь Затуштры направленная против древних богов дэвов Индусы и Эллины скандинавы и кельты не услышали ее Но в степях Средней Азии она звучала как гром Те, кто приняли новое учение стали иранцами Те, кто сохранили верность древним богам остались туранцами Древние этносы Средней Азии Сагдийцы Парфяне истинные Абары Аба в Джунгарии Эфтолиты Хиониты и Кангары находились на излете своего жизненного пути и даже укрывшись Закарпаты были обречены То, что они продержались до прихода венгров акт великого мужества и твердости Для славян эти наследники древнего Турана были врагами достойными восхищения Еще страшнее была судьба тюркютов В середине восьмого века они были физически истреблены Одни у себя на родине другие в Китае где они пытались найти спасение Но они оставили многим этносам скошное наследство славное имя традиции военной доблести и пассионарный генофонд рассеянный по многим степным популяциям Внесение признака пассионарности со стороны по последствиям не отличается от возникновения ее путем мутации Разница проявляется лишь в том что при генетическом дрейфе признак распространяется более быстро а следовательно процесс идет более интенсивно Поэтому инкубационный период хазарского этногенеза уложился в три поколения около 70 лет после чего с 627 года становится уместным название тюрко-хазары теряющие смысл после 650 года когда хазарами называют именно метисов тюрко-хазарского происхождения почему-то и стахри и другие восточные географы делили хазар на два разряда смуглых черноволосых и белых красивых совершенных по внешнему виду у Захарии названы красные смотрите Заходер Каспийский свод сведений о восточной Европе в двух томах том 1 Москва 1962 год страницы 138 и 137 также они относили хазар то к тюркам то к не тюркам возводя их то к грузинам то к армянам смотрите там же страница 135 хазарский язык по замечанию из Тахри не походит ни на тюркский ни на персидский ни на какой другой известный язык а схож с языком болгар смотрите там же страница 135 это последнее вызвало множество недоумений ибо языком болгар считается тюркский однако так ли было в 5-6 веках когда тюрки впервые появились в Поволжье навряд ли тюркский язык распространился как международный и общеупотребительный лишь в 11 веке благодаря половцем причем вытеснил из степи древнерусский господовавший в 10-11 веках смотрите Куник Розен известия Алв Бекри и других авторов о Руси и славянах том 1 Санкт-Петербург 1878 год страница 54 до этого этносы говорили дома на своих языках которые до нас не дошли а кроме того знали древне тюркский язык воинского начальства таким образом в 7 веке в Нижнем Поволжье создались оптимальные условия для этногенеза разнохарактерные ландшафты в тесном сочетании соответствующие им хозяйственные уклады сосуществование этнических субстратов относящихся к единому евразийскому суперэтносу и импорт пассионарности позволивший оформить этническое разнообразие в социальную систему эта последняя была достаточно эластичной чтобы вошедшие в нее этносы стали субэтносами хазарского этноса унаследовавшего название от предков вот почему Артамонов сомневался в достоверности армянских хроник упоминавших хазар в 3 веке нашей эры смотрите Артамонов история хазар страница 116 этноним был тот же но этнос другой а это бывает часто фаза этнического подъема заняла около 150 лет с середины 7 до конца 8 века за это время хазары шли от успеха успеху и весьма удачно находили контакты с соседями однако характер этих контактов был различен что и повело к смещению нормальной кривой этногенеза вследствие чего акматическая фаза не наступила поэтому обратим внимание и на соседей хазар но сначала напомним что в 3-5 веках хазарский этнос находился в фазе гомеостаза производительные силы его были стабильны а общество пребывало в первобытно общинной формации с устоявшимися производственными отношениями но это не мешало хазарам жить и защищать свои дома от соседей далеко не всегда дружелюбных 5 между горами и морем до сих пор в поле наше зрение была волжская хазария прикаспийские Ниделланды но долгое время хазары господствовали в равнинном Дагестане в Терско-Сулакском междуречье археологическими работами 1967 1980 годов было установлено что хазары жили на северном берегу Терека и на берегу Каспийского моря между устьями Терека и Сулака заслуга этой находки принадлежит Федорову ознакомившему с добытыми материалами автора этих строк в 1966 году смотрите Федоров раскопки в северном Дагестане археологические открытия 1967 год Москва 1968 год страница 92 сходство этой керамики с керамикой дельты Волги не вызывает сомнений и наоборот пригорные и степные районы Дагестана были заселены не хазарами хотя хазарское влияние на них прослеживается но по мнению Гадло оно привнесено в готовой форме извне смотрите Гадло этническая история Северного Кавказа 4-10 веков Ленинград 1979 год страница 202 203 с этим необходимо согласиться городище Хазар-Кала это крепость государства Серир иногда захватываемая хазарами она прикрывала широкую дорогу во внутренней горной Дагестан тогда как соседние ущелья были недоступны из-за утесов между которыми протекают ручьи и потому защищать их не было надобности короче говоря здесь была пограничная зона а не спокойное обиталище хазар как на морском берегу море в 5-8 веках стояло низко уровень его был минус 34 метра то есть на 6 метров ниже чем в 20 веке поэтому не море тревожило прибрежных жителей смотрите Гумилев Хазария и Каспий ландшафты и этнос вестник Ленинградского государственного университета 1964 год номер 6 страницы 82 95 да и в последующие века когда затоплялся северный плоский берег Каспия степи Дагестана были вне опасности так как максимальная отметка новокаспийской трансгрессии минус 18 метров а даже город Баба-Юрт лежит на нулевой отметке то есть на 12 метров выше максимального уровня Каспия 13-14 веков залиты были только низовья Волги в этой связи вызывает удивление попытка Магомедова оспаривать факт колебаний уровня Каспийского моря на том основании что Каспийские волны не задели предгорных степей лежавших на 20 метров выше максимального уровня смотрите Магомедов образование Хазарского Каганата Москва 1983 год страница 18 и 181 единственное низкостоящее городище Тенк-Кала в низовьях реки Сулак состоит из чередующихся слоев культурных отложений и речного ила толщиной 20 метров страница 39 поскольку Сулак течет в глубоком каньоне то для того чтобы возникли половодья необходимо чтобы река стояла на подпоре то есть чтобы уровень Каспия был высоким а коль скоро так то Магомедов сам опровергает свой тезис впрочем это не единственный случай цитируя книгу Гумилева древние тюрки страницы 41 и 153 158 а хазарах там ничего нет Магомедов указанное сочинение он показывает полное непонимание цитируемого текста и что самое удивительное такой серьезный археолог как Притнева будучи редактором цитируемой книги не указала Магомедову на его ошибки вот пример того как опасно доверять проверку своей работы людям игнорирующим географию им то ведь безразлично о чем идет речь о предгорьях Дагестана или о дельте Волги Грозный десятый век был временем грандиозных перемен не только на Руси крещение в халифате захват Багдада де лимитами в Китае восстановление единства династии Сун но и в степях Северного Прикаспия и Приоралья жестокая вековая засуха поразившая в десятом веке степную зону Евразии смотрите Гумилев Открытие Хазарии страницы 55-70 он же история колебаний уровня Каспия за две тысячи лет с 4 века до нашей эры по 14 век нашей эры колебания увлажненности орала Каспийского региона в Голоцене Москва 1980 год страницы 32-47 ослабила печенегов и гузов кочевья которых захватила пустыня дожди снега выпадавшие над просторами Зауралья и на берегах Аральского моря в 9 веке незаметно переместились на север на берега Аки и Камы там множились болота ручейки превращались в бурные потоки а Волга каждой весной уносила влагу в Каспийское море набухавшее до 10 века в 10 веке этот подъем уровня Каспия остановился так как циклоны переместились еще севернее в бассейн Белого моря где стали легко плавать ладьи викингов смотрите Гумилев викинги не солгали природа 1977 год номер 5 страницы 95 99 но для степняков это не было утешением ибо их родина потеряла озера вокруг которых еще недавно паслись овцы и родники водой которых можно было напоить коней а количество снега питавшего жаждущую землю не прибавилось он теперь выпадал в тундре и лежал там перетоптанный пургой в ожидании того часа когда весеннее солнце превратит его в воду а та растопит вечную мерзлоту и понизит уровень грунтовых вод тогда вода озер уйдет в жидкую грязь и рыба основной продукт питания северян погибнет немилость природы пала на многие народы в этот жестокий десятый век но уровень Каспия в десятом веке стоял примерно на той же отметке что и в двадцатом веке только в тринадцатом четырнадцатом веках он поднялся до отметки минус восемнадцать метров но этот подъем уровня не имел к Хазарии никакого отношения так как не стало ни хазарского каганата ни хазарского этноса первый пал еще в десятом веке под ударом русского князя Святослава второй распался на христианскую терские казаки и мусульманскую астраханские татары части потомки Хазар остались но этническая система исчезла и этому в Дагестане способствовало не наступление моря а сложная этнополитическая обстановка арабская агрессия миграция евреев из Ирана культурное влияние армянской агвании и тому подобное поэтому для истории Хазарии начавшаяся трансгрессия Каспия значения не имела и тут необходимо внести ясность в проблему возникающую при принятом аспекте известно что все обитаемые регионы заселены настолько насколько это возможно при данном уровне хозяйства равнинный Дагестан это благодатная степь ограниченная с севера долины Терека с востока Каспийским морем а с запада цепью невысоких хребтов и их отрогов за которыми поднимается горный Дагестан трудно найти в Прикаспии уголок столь благодатный для кочевого скотоводства земледелия и рыболовства особенно в эпоху повышенного увлажнения степной зоны поэтому эта равнина была всегда густо заселена смотрите Федоровы ранние тюрки на Северном Кавказе историко-этнографические очерки Москва 1978 год страницы 142-143 первые века нашей эры Северный Кавказ населяли Сармата Аланы но они постепенно уступали ведущее положение хазарам тюркам и савирам последних причисляют гуннскому кругу этносов но в этих благодатных местах они ассимилировали среди аборигенов Барсилов сохранив только политическую власть правитель гунна Савиров носил титул Эль-Тебер и был вассалом хазарского Кагана смотрите там же страница 149-я под его властью жили потомки Аланов оставившие после себя много археологических памятников смотрите там же страницы 154-я 155-я как будто для внедрения еще одного этноса места не было конечно эта богатая страна могла принять небольшое число политических иммигрантов каковыми оказались иранские евреи в 6-м веке но для того чтобы их потомки смогли размножиться и обрести собственный ареал потребовалась железная поступь истории арабские вторжения 8-го века превратили страну между Дербентом и Семендером Самандар в поле векового сражения селения были сожжены города разграблены крепости разрушены люди населявшие их перебиты или уведены в плен смотрите там же страницы 173-174 страна опустела и тогда оказались свободными земли на которых смог поселиться пришлый этнос так мы выявили механизм взаимодействия социально-политических явлений войны с демографическими миграции и экологическими внедрения в опустевшую экологическую нишу однако отметим что военный натиск арабов был следствием пассионарного толчка то есть явления природного мутации хотя доминанты его алчности и стяжательства была связана с социально-культурной традицией накопившейся в предшествовавших арабо-мусульманской культурах древнего востока другие пассионарии того же толчка вели себя не менее свирепо но иначе раджпуты не устанавливали а крушили деспотическую власть тюрк-юты привозили добычу из дальних походов в тароках своих сёдел табгачи после побед получали не рабов а чины и пожалования и хотя источник энергии был один воплощалась в действии она различно в зависимости от бытующих традиций и ещё не все победители были пассионарны хазары и болгары находились в фазе гомеостаза но ведь это значит что они имели больший заряд энергии нежели те кто был в обскурации например персы или переживал временный спад греки следовательно в истории мы видим не абсолютные величины пассионарного напряжения а относительные значения его перепадов при этнических контактах заметим это и перейдём к дальнейшему рассмотрению расстановки этнических целостностей в конце 8 века шестое запад ось пассионарного толчка возбудившего ряд грандиозных событий проходила от южной Швеции Готии через центральную Европу около Карпат Дакию Малую Азию Киликию Палестину и по Красному морю до Абиссинии этносы находившиеся непосредственно на этой оси среагировали на мутационный сдвиг столь бурно что не успев накопить достаточно сил погибли в столкновении с организованной системой Римской империи эта судьба постигла Даков и палестинских евреев смотрите Вебер всеобщая история том 4 страница 800 а тех кто дома расширил а не сменил свой ареал это были славяне возникшие в ареале пассионарного взрыва в первом веке предки славян Венеды к 4 веку разделились на славинов и антов к 7 веку те и другие распространились до берегов Балтийского моря вытеснив оттуда вандалов до Адриатического моря где смешались с потомками воинственных иллирийцев до Балкан и даже до Пелопонеса а славяне фракийцев македонин и часть эллинов на востоке славяне дошли до Днепра а одна из групп пробралась на север до озера Ильмень славяне новгородские нет оснований думать что это распространение было результатом демографического взрыва нет победители брали жен из числа пленниц дети которых усваивали язык отцов потому-то и стали славянские племена мало похожи друг на друга хотя язык славянск их потомки без труда понимали вплоть до 11 века с хазарами славяне в то время не сталкивались так как между ними находились два сильнейших этноса болгары и савиры с последними граничили поляне которых после стали называть Русь поляне я же ныне зову моя Русь повесть временных лет часть первая страница 21 летописец поясняет что Русь новое историческое явление сменившее распавшийся союз полян смотрите Брайчевский похождения Руси страницы 149 164 к этому добавим от себя что поляне не этническое самоназвание потому что славяно-язычные этносы у которых господствовали анты назывались дулебы или волынини поляне встречаются не только на берегу Днепра но и в Моравии в славянской Болгарии и в верховьях Вислы это показывает что современники в слово поляне вкладывали особый смысл исполин гигант смотрите рыбаков древние русы советская археология том 17 1953 страница 47 в последствии этот термин был вытеснен тюркским эквивалентом богатырь но в самых древних былинах сохранился его женский род поля ница смотрите Балашов Дунай историческая жизнь народной поэзии русский фольклор 16 том Ленинград 1976 страница сотая следовательно поляне не племя и не социальный слой а психологический тип славянского пассионария эпохи неописанных побед зато рос этноним зафиксированный для 4 века автором 6 века иорданом готским историком осуждавшим вероломный народ россомонов за то что те помогали гуннам победить готов смотрите иордан страница 91 союзниками россомонов и гуннов были анты то есть поляне смотрите Брайчевский похождения руси страница 155 которые еще отличались от россомонов не смешивать их с роксоланами смотрите Гумилев сказание о Хазарской Дане страница 169 примечание 43 но к 10 веку слились в единый этнос Русь в узком смысле отличавшийся от других славянских племен восточной Европы кривичей вятичей радимичей древлян и славян новгородских перейдем к обобщению пассионарная мутация проявилась тем сильнее чем ближе к оси толчка располагались этносы на рубеже новой эры и последствия ее были культурная традиция этносы то и другое понятно этносы находившиеся на периферии ареала толчка испытывали плавный пассионарный подъем и успевали изменить стереотип поведения без ломки структуры а если же структура была аморфной то перестройка ее не требовала быстрой и жесткой ломки вот почему франки саксы и лангубарды начавшие исторический период с гомеостаза создали относительно устойчивые этносоциальные сообщества они получили заряд пассионарности не непосредственно а путем половой передачи признак поэтому они выступили на арену истории в конце пятого века когда готы вандалы гипиды и бургунды успели растратить свою пассионарность отдав на гибель своих пассионариев однако и у запоздавших и у пришедших на готовенькое этносов период активного становления укладывается в фазу надлома то есть постепенного затухания свирепых мировингов шестого века сменили ленивые короли седьмого века англы саксы и июты после побед одержанных над кельтами Британии создали семь королевств враждовавших друг с другом и не довели завоевание острова до конца лангобарды раскололи свое королевство на графство и стали легкой добычей франков немцы восстановили деление по племенному признаку за счет ослабления центральной власти к началу восьмого века Европа превратилась в дикий запад бессильный и безопасный для восточных соседей славян и это было закономерно в первые 160 лет пассионарность системы прошла свой инкубационный период и выяснилось что старые этносы обновлены со 155 по 400 год шел подъем пассионарности до перегрева акматической фазы после чего началась война каждого против всех и хуже того всех против всех этой фазой воспользовались гунны Мунзука и Атиллы захватившие гегемонию в Европе но они поплатились за это разгромом при Недао в 453 году и беспощадным истреблением после которого их не стало с конца пятого века наблюдается спад пассионарного напряжения этнических систем что отнюдь не удивительно ибо сейчас ясно что в шестом веке половина этнической жизни была уже прожита а опыта и образования не накоплено инерционной фазы нет ибо чужая природа пусть даже это будет благословенная Италия не помогает жить готы и вандалы живут за счет покоренных аборигенов и подражая им погружаются в фазу обскурации они гибнут уже через 5-8 веков после рождения ибо надлом тяжелая возрастная болезнь и не всякому этносу суждено ее пережить зато Византия возникшая из-за того же толчка и следовательно ровесница варварских этносов вступает в инерционную фазу и удивляет мир своим блеском ее золотое сияние освещало мир еще 3 века пока не начало тускнеть после того как потенция была растрачена и тем не менее Византия прожила предельный срок около 1500 лет за счет чего такая сила сопротивляемости ударом извне и поломком внутри у у Продолжение следует...